так где же включить микрофон уже так здравствуйте ежи пересмотрел фильм груз 200 очень уютная атмосфера у фильма посоветуйте такое же кино или еще какое-то хорошее кино 70-х 80-х год ну подождите груз 200 это кино не семидесятых восьмидесятых это кино скорее про 80 советских режиссеров предыдущих эпох и мыслью людей спасибо ну я плохо разбираюсь кинематографе и в советском кинематографе в частности поэтому ничего такого же вам посоветовать не могу наверно так ежи появилась точка зрения что у вас есть гроб в ваших же интересах развеять ее при помощи ветки чем скорее тем лучше так а каким образом что я должен показать отсутствие гроба в помещении или как горб горб господи а я читаю гроб не мне все актуально не не по поводу горба да действительно у меня есть год тут тут как бы даже двух мнений быть не может я считаю так что с кожей скажите о культовых режиссерах а какие фильм больше всего нравится проблема в том что вы знаете вы наверно будете долго смеяться или не поверить мне вовсе но я не смотрел ни одного из фильмов этих этих режиссеров я очень плохо разбираюсь кинематографе и не гожусь на роль киномана и фильмов своей жизни они так много посмотрел я я искренне и вот говорю я не шучу сейчас я не смотрел ни одного фильма ни одного из этих четырех режиссеров поэтому ну может быть они для кого-то культовые да для каких-нибудь хипстеров которые в жак-жаке гуш кушают что они там кушают не знаю наверно что-то вегетарианское но я вообще не в теме ребята я даже одиссею 2001 кубрика не смотрел поэтому со мной в общении не о чем разговаривать в данном случае так кстати я же отдадите свой голос господину навального 2017 году нет ни отдам ну во первых под я не отдам свой голос господина навального по целому ряда причин во первых я не пойду на выборы потому что я против всеобщего избирательного права а во вторых я против либералов я считаю что навальному место в каком-нибудь антикоррупционном комитете какого-нибудь или как там в общем грубо говоря какой-нибудь институции которая занимается борьбой с коррупцией вот там навальному место а вовсе не в президентском кресле да более того и вообще против президентской формы правления чего уж там греха третий так ежу вас из-за запущенной игры лагает стрим я знаю но если я выключу игру меня забанят за неигровой контент поэтому извините господа так подскажите ученых которые занимались платоном кроме асмуса и лосева спасибо так все вообще занимались платоном так или иначе потому что это как бы такой фундамент европейская исследовательные мировой философии дугин занимается платоном и неоплатонистами всякими языческой платониками там и прочими всякими я не знаю все все занимались платоном господи там проще найти кто у кого-то кто бы им не занимался или вам именно вот таких культурологов как лосев до которые будут закодинул лосева я вообще не люблю конечно пришел хрестанутый был поэтому не знаю не знаю даже шкалом посоветовать дубина читайте так пишут ежемассаж нос ног хандуши не работа да это не работа это хобби наверно так пишет хорошо что ты не знаешь моем прошлом не хочется четвертый раз бан попадать слушайте ну я банил здесь столько людей которые которые всяких гусей там на стену отправляли и спамили всякими картинками кем работает хан души спрашивают меня хан души руководитель департамента по обучению персонала в одной крупной достаточно компании так расскажите о деятельности владимира прекращение его личных целях а и в личности в целом где можно а его зверствах почитать ой ну давайте вы с такими вопросами пойдете к историкам которые форсят тему его зверств вообще эти зверства в летописях я так понимаю частично описаны но за подробностями обратить к историками которые по которым к историкам и журналистам которые про это говорят да про владимира я молчу смогу сказать вам потому что я ты не историк никакой понимаете я вот недавно ходил заценить новый памятник вот этот вот который владимир владимирович открывал рядом с креплём совсем недалеко но памятник такой неплохой достаточно а по самого князя владимира мне вам сказать нечего господа так пишут голосу из-за навального не проиграешь и нет не буду как относитесь к тихам веденского и пропип отец не как так сармат я тут вспомнил одну хуйню в 2014 году когда мы с друзьями гуляли в центре города там проходило мероприятие где какие-то странные бичи в мешковитой одежде воспевали харе кришна и всех присутствующих у гос угощали странными съедобными шариками белого цвета вопрос что мы тогда сожрали ну слушай чувак у меня для тебя плохие новости как бы основной основной составной элемент этих белых шариков это корове навоз с сахаром и кокосовые стружки удач тебе в жизни вообще это кришнаиты были нахренами так называемые но теперь в будущем я думаю ты будешь менее точнее более разборчив в той пище которую ты на халяву получаешь в общем если ты попадешь в тюрьму тебя теперь еще и опустит за это за то что такое съел да так что со звуком спрашивает меня да вроде все нормально должно быть со звуком так пишет у вас микрофоном проблемы блять ну значит пора покупать новый микрофон по всей видимости так проверка то вроде все работает ребят я не знаю сейчас секундочку послушаю так пишут ежемассаж нос ног хандуши не работа да это не работа это хобби но вообще да там какие-то проблемы определенные присутствуют но я так думаю что связано с тем что у меня игра запущена да и всякое такое ну вроде слушать можно если станет совсем стрёмно то придется все вырубить чертую мать и так одиссею сам кубрик не смотрел ну отлично так пишут чем вы на работе занимаетесь как такой крысе как вы удалось устроиться ну устроился я по блату понятное дело а занимаясь я те что листочки перед перекладываю из одной стопки в другую так кстати ежа сколько нужно заданать чтобы вы посмотрели с выводом на стрим видео с ютуба ну тысячу рублей откуда читают комменты из чата там же где ты пишешь пойдемте смотреть ролики пеп елены павловой не в ближайшем будущем иначе канал забанят так добрый вечер я же сегодня что-то интересное как обычно болтовня обо всем подряд вообще ничего интересного не будет сразу предупреждаю чего так мало зрителей так 88 вроде нормально никаких анонсов не делал так что-то со звуком ну все сейчас тогда вырубать буду нахер короче микрофон сдох по всей видимости это пишет сука блять одни правда были кокосовые да чувак но ты не в курсе что там помимо кокосов был еще так рядом со мной церковь со шпилем есть ли смысл сходить туда за экземпляром били библии или едой с какашками ну скорее за экземпляром библии причем скорее всего это будет новый завет только я же что мне делать то отличные смайлики присылать человек так и же что мне делать я попал все кто дворкина и последнее время как завороженный смотрел лекции читая статьи даже купил его книгу моя америка вот видите уже доначу вы мне начните лучше донатить так коммунизм вперед микрофон трещит я же невозможно слушать дикий троя треск ставь пасьян зачем вам с его но тут есть опасность что мне забанят сейчас канал нахер понимаете в чем дело если от силу вырублю так ежи не желаете запустить эстетику азиат каким образом идея отличная но подскажите мне как нее реализовать когда ролики елены павловой ой не сегодня ребят как интима отбитым удалось говно так хитро замаскировать а всю жизнь замаскировать а вы вку вы что простите в их вам хорошо известен вкус коровьего навоза что ли что вы знаете как его каким блять способами его можно замаскировать может быть они его и не маскировали никак вы просто его нажрались и радуетесь сахар кокосовая стружка я еще раз объясняют просто очень все при помощи нужного количества сахара можно любой продукт сделать сладкий понимаете это азбука кулинарии так ты сейчас слишком много там ролик короткий восемь минут не они не немного ни хера ладно короче пизду это говно так сейчас тогда перезапущу ребят а а Так, ну что, дамы и господа, напишите, как теперь-то слышно стало. Сейчас должно стать лучше. Подождем какое-то время, потому что на стриме задержка. Так, стало гораздо лучше, отлично. Так, вроде бы, вот теперь хорошо, все прекрасно, как и коммунизм, он тоже ничего. Слышно, как обычно, в скобках, нормально. Так, Ежи, не желаете организовать эстетику азиатки? Я еще раз говорю, как, конкретно, конкретно, каким образом должна быть организована эта эстетика азиаток? Как вы себе это представляете? Так, Ежи, давайте так. Я вам 300 рублей, а вы смотрите трехминутный ролик и делаете... А, и даете одно-два предложения с комментариями. Окей, давайте, Марианна Кис, я согласен. Так, группу ВК создать, наверное. Не буду я никакие группы создавать. Так, или позвать Хандушу на стрим. Ну, скорее, Хандушу на стрим позову. И то, наверное, не сегодня. Я вообще сегодня долго не планирую стримить. Надо хотя бы раз в трое суток поспать, попытаться. Понимаете? О, я сегодня могу музыку вам ставить, господа. То есть, сегодня можно музыкальных роликов каких-нибудь. Так, уже не боитесь за свой канал или забанят на YouTube, пойдете? Да, пойду на YouTube, господи. Какая разница? Я иду на поводу у слушателей, понимаете? Все-таки для зрителей же мы контент-то делаем. А если это говно слушать невозможно, микрофон трещит, то что я могу сделать? В любом случае, какой-то качественный контент в плане, там, картинки и прочего будет только с новым компьютером, до которого не так уж долго осталось. Так, ежеприветствую, пишет мне. Да, я вас тоже приветствую. Так, со временем вопросы становятся все тупее и тупее. Может, те, кто задавал годные вопросы, получили ответы и съебались, и пришли новые личинки общества, ньюфаги, как я. Или же все наоборот, и вопросы не деградируют, а эволюционируют. О! Спасибо! Спасибо, собака храврова! Ну что, господа, 56 тысяч. Я нас с этим поздравляю. Да, 56 тысяч и даже 5 рублей. Как хорошо. Так, ладно, сейчас что-нибудь поставим тогда. Через время, в общем, поставлю ваш ролик. Вывод на стрим не обещаю, конечно, потому что это стопроцентный бан моего канала уже. Так, значит, пришли новые личинки общества, ньюфаги, как я, или же наоборот, и вопросы не деградируют, эволюционируют, или же вообще неуместно давать характеристику вопросов. В последнее время задают интересные вопросы, или такие, как я. Вы слишком мнительный, товарищ, я думаю. Так, человек негодует. Спрашивает, то есть, они кормят людей говной, и не опасаются того, что люди отравятся, или как мы сами не отравились. Ну, что значит, что значит отравиться? Понимаете, в чем дело? Любой продукт жизнедеятельности коровы, с точки зрения кришнаитов, священен. То есть, это касается не только молока, да, и тех продуктов, которые можно создать на основе молока, да, то есть, всякая там кисломолочная продукция. Ну, и касается коровьей мочи, значит, и коровьего навоза, понимаете, то есть, это все священные вещи, на самом деле, которые с точки зрения, там, аюрведических представлений, лечат все болезни. Поэтому, как бы, никто там не боится, что они, человек может чем-то отравиться, там, и так далее. Вы таким образом осветились, то есть, нажрались коровью говна. Я вас поздравляю с этим, кстати. Так, пишут, а что не спится-то, хандуша наездничает. Ну, типа того, типа того, да. Так, по свою деятельность психологам, расскажите, что вам было за доверие... А, что вам было за доведение до самоубийства, кроме увольнения? Кроме увольнения, ничего не было. Абсолютно. То есть, выгнали просто и все. По поводу доведения до самоубийства, ну, слушайте, не было же конкретных случаев, когда человек действительно сама выпилился. Понимаете? Вот, если бы было какие-то уголовные дела, там, и действительно имели место такие случаи, то, конечно, это было бы очень плохо для меня, и одним бы увольнением я не отделался. А так, просто выгнали с позором, и все. Так, Ежи, вот вы говорите, что либертарианцы не понимают, что без антимонопольных программ невозможно... А, без антимонопольных программ возможно объединение корпораций в одну сверхкорпорацию. Так вот, а где доказательства в виде исторического опыта? Северная Корея же не по этому принципу образовалась. Так в чем проблема-то? Так, а причем Северная Корея? Северная Корея, это понятно, что это несколько другой пример. Но... Тут все на уровне гипотетики, это понятно, но здесь дело в другом, дело в принципе, понимаете? Что рынок, рано или поздно, может структурироваться таким образом, что одна сила подомнет под себя все остальные. Почему? Потому что, допустим, в современной экономике это невозможно, да, потому что есть государство, как арбитр, которое будет мешать, которое не хочет, чтобы, там, ну, такие тенденции были реализованы, да. А в ситуации, когда мы государство убираем из контроля над экономической деятельностью, ну, соответственно, мы все процессы отпускаем в свободное плавание, да, как говорится. Рыночек порешает, но... Так, вдруг он порешает именно так вот, как я предвижу. Понятно, что это недоказуемо на данном этапе, потому что нет исторических примеров. Я согласен с этим, но нужно понимать, что для этого все равно существуют какие-то предпосылки. То есть, когда Замятин писал роман «Мы», революционный Кампуччи тоже еще не был на карте мира. Но потом это случилось, понимаете. Не хотелось бы быть пророком здесь, конечно, который предвещает что-то очень неприятное и плохое. Но мне кажется, проще подстраховаться просто наличием антимонопольного законодательства, нежели ждать, пока у нас какой-нибудь Walmart там подомнет под себя все отрасли жизни общества. Так, минус 300, сейчас вырубит и спать пойдет. Да, вообще есть такая мысль. Наказать либерала. Так, пишут, блять, там Навальный, ёптый. Ну, такое, такое. 300 рублей человек задонатил. Будем сейчас слушать Навального. Так, недавно делал рентген черепа, там написано, что я брахицефал. Расскажите про это, буду признательным. Ну, слушайте, вам правду или нет? Вы знаете, под ваш цифральный индекс я могу вам посоветовать очень хорошего видеоблогера. Его зовут Геннадий Горин. Как раз для таких, как вы. Но это шутка, нет, шутка, конечно. Не будем шеймить брахицефалов. Так. Главное, чтобы вы не были гипербрахицефалом с узкой, покатой, скошенной назад лобной костью. Так, пишут, куча невостребованных игрушек в стиме. Среди бесплатных тоже. Кликер какой-нибудь. Поставил бы на экран в авторежиме и делов-то, например. Да, я не умею ничего этого делать. Слушай, что-то мне, что-что-что-что-что мне писать вот это вот все про какие-то кликеры, какую-то хрень. Я все равно не знаю, как этим пользоваться. Так, опыт показывает ли, что все гиганты рынка разваливаются и погибают в силу различных обстоятельств. Научный прогресс, неэффективность менеджмента, политический момент. Ну, так, а всякие Северные Кореи, там, Советские Союзы и Третьи Рейхи, они тоже рано или поздно рушатся из-за тех же самых проблем. Поэтому, ну, так, правильно, ничто не вечно. И это ж правда, я как-то спрашивал у кришнаитов, он 30 минут рассказывал про то, что говно, коровы совершенно безопасны и так далее. Так, человек, навернувший навоза, пишет, спасибо, Сармат, спасибо. Да не за что, не за что, заходите еще. Хе-хе-хе, сразу сраные кришнаиты пишут. Ха-ха-ха-ха. Так, Юнаса, а вы не пили там у них никакого напитка? Потому что, если вы еще шарики запивали напитком, то у меня для вас очень плохие новости. Настолько плохие, что вы даже представить себе не можете. Хе-хе-хе-хе, новость про шарик покажется вам просто ерундой по сравнению с тем, что я вам расскажу, если вы напиток пили. Вы, наверное, повеситесь. Поэтому лучше мне, наверное, вас не шокировать даже такой информацией. Так, пишут, а любой дурак может устроиться на эти звонки или только дурак с психологическим образованием? Ну да, либо дурак с психологическим образованием, либо дурак, который учится на психолога и является студентом. Там, два курса отучился, по крайней мере. Хотя, сейчас я слышал, что-то вроде уже с первого курса туда гребут людей, что странно на самом деле. Потому что, чтобы, ну, человека к людям допускать, надо, по крайней мере, чтобы какую-то базовую подготовку прошел, там, первые два курса. Видимо, совсем нехватка кадров. О каком именно государстве идет речь? Мы уже контекст повествования потеряли. Так, пишут. Навальд и пидор решил в выборах президента участвовать. Ежи он совсем ебу дал. Ну, понятно, что он не победит. Это очевидно, по-моему, совершенно. Всем, всем вменяемым людям, кроме вот Марианны Кис, она же собака Храброго. Так, ежи вы ведь были на Эхе Москвы. Так, вы видели Алексея Венедиктова. Видел. И что? Я последний раз на Эхе Москвы был в 2007 или 2008 году. Вы тоже вспомнили? Так, пишут о долях цифалы. Ну, смотрите, товарищ, я вам так отвечу. Важность определяющую имеет не цифальный индекс, на самом деле, а высота и угол наклона лобной кости. То есть, высокая прямая лобная кость, она хороша при любом цифальном индексе. А узкая, скошенная назад лобная кость, плохая, ну, плохая черта, скажем тогда. Плохой параметр при любом цифальном индексе. То есть, вот, например, среди негроидов очень много долях цифалов. Но что-то я не встречал среди них специалистов по квантовой физике, там, да, высшей математике и другим замечательным дисциплинам. Так, НБП, в чем заключалась идеология? Почему все это сдулось? Дугин всех предал? Нет, все сдулось уже после раскола с Дугином. То есть, вот раскол, когда Дугин откололся, это был только первый раскол. После этого партия Лимонова пережила где-то еще один-два крупных раскола. Вообще, это большая тема, можно, не знаю, там, целый эфир сделать на эту тему. Ну, а, в чем заключалась идеология? Ну, левое евразийство, условно говоря. То есть, совмещение каких-то элементов идеологии, характерной для национализма и для большевизма раннего, для раннего фашизма. То есть, некая эклектика. Ну, даже не эклектика, а не сочетание несочетаемого, а скорее, вот именно какой-то синтез органический. То есть, НБП, она стилистически, идеологически, она апеллировала к раннему большевизму, раннему фашизму. То есть, там, эстетика 20-х годов во все поля. Ну, плюс, собственно, в немецкой национал-социалистической рабочей партии была национал-большевистская фракция. И в России тоже были всякие национал-большевистские тенденции, выраженные там, Агурским. Ой, Агурский, точнее, книжку про это написал потом. Ну, а у немцев, у них были Эрнст Никиш, Рём, Штрассер, Господи, чуть не сказал Штрошер. Ну, в общем, братья Штрассеры. Ну, то есть, грубо говоря, это левый национал-социализм, если так можно выразиться. Так, пишут, не, нам по одному шарику раздали и все. А, ну, хорошо. Хорошо, что хоть напиток-то не попили у них, а то сейчас уже повесились бы, когда я бы рассказал, что это такое. Так, ежечем фундаментально НБП отличается НСДАП и те, и те леваки со склонностью подчеркивать национальную идентичность. Ну, НБП, она, по взглядам, ближе к национал-большевистской партии, к национал-большевистской фракции в НСДАП. То есть, НБП это такие левые национал-социалисты без расовой теории. То есть, это националисты почвы, скорее, а не националисты крови. То есть, у них не было вот этих всех расовых моментов в идеологии. То есть, у них там в программе было написано, что русский это тот, кто считает свою Россию своей родиной и готов пролить ради нее там свою и чужую кровь и никакой другой родины не мыслит. То есть, это может быть человек любого происхождения. Поэтому НБП у них, собственно, не было расизма какого-то. Поэтому там было очень много полукровок всяких, например. В том числе даже среди руководителей региональных отделений. Там товарищ Абель был такой, правой рукой Лимонова некоторое время. По фамилии Линдерман. Еврей. Так, Гера Хик пишет. Мой голос за Навального и Парнас. О, уже два либеральных говноеда у нас. Я думал, что у нас Мариана Кис, он в чате одинок совершенно. Нет. Навальный же имел судимость, как он на выборы может вписаться. Да, а, каким он на выборы вписывается. А, ну так его же не зарегистрируют, скорее всего, даже как кандидата. И он, скорее всего, это даже понимает. То есть, просто когда его не зарегистрируют, он тогда скажет, что вот, власть боится там и так далее. Не регистрируют нас. Так, Европейский суд по правому человеку постановил Верховному суду РФ снять судимость. А, окей. Но что-то мне подсказывает, что ему это не поможет Навальному в смысле. Так. Пишут, но ведь в России немного негров, вот и не видели таких. Да, зато в Африке, где негров очень много, там просто через одного доктора физических, математических наук с копьями бегают за тиграми. То есть, да, Африка вообще развивается во все поля. Особенно ЮАР после отмены апартеида. Это просто вообще сказка, а не страна. Так, поэтому, наверное, вышло постановление, согласно которому Верховный суд РФ может игнорировать постановление. Если европейского суда по правам человека. Да, так что всем наплевать. Пишут, кстати, а где найти видос, где езжен БПшник? Так я там не НБПшник, я просто у меня интервью берут, я рассказываю про НБП. Но у меня интервью начинается со слов, что я говорю, что я в НБП не состою и к этой партии не имею никакого отношения. То есть, люди почему-то упорно игнорируют то, что я там говорю в этом интервью. Так, пишут, Нитши Матши Матши Глот, спасибо Сакрамару посвятил. Просветил, наверное. Нет, ну слушайте, как будто до Сакрамарова этого не знали. Да, то есть, это было во всех открытых источниках. Так, вот сейчас Сармат говорит, что революция не будет. А вот 5 октября или ноября, когда у них там революция, Мальцишев лично на броневике приедет сарай ежа расстреливать. Окей, пускай приезжает. По-моему, вот мне кажется, я меньше всего в жизни этого опасаюсь. Я скорее боюсь, что будет вторжение мракобианцев, знаете. Ирон Хаббард не спасет нас всех от их вторг. Но меня-то он точно не спасет, потому что я подавляющая личность. Ежа, что в напитке спрашивают. А вот не скажу. Расскажите про напиток. Так, ладно. Напиток называют Шритамрит, это божественный нектар. Там жидкость, которая обывален ноги духовного учителя. Лотосные стопы гуру. Ну, то есть, грубо говоря, берут тазик, наливают туда жидкость со всякими ароматизаторами. А духовный учитель там ноги моет. А потом вот дают попить таким вот людям, как вот у нас тут в чате пишут. Любитель шариков с навозом. Так, пишут Ежа, когда сам съел шарик и запил водицы и три года сектантствовал. Я не сектантствовал, зачем вы? Я изучал психологию маргинальных групп. Мне с самого начала объяснили, что там есть ничего нельзя. Чем было бы обусловлено такое сильное влияние Распутина на Романовых? Ну, прежде всего, позиция императрицы и тем, что Распутин представлялся как целитель, который может царевича Алексея излечить. Ну и плюс он был харизматичный проповедник, то есть он имел влияние на придворных дам. То есть воспринимался всеми как такой святой мужик из народа. Такая экзотика некоторая. Так, Ежа, вот мой одноклассник имеет лузский лоб высотой максимум сантиметров 4, скошенный. Так вот он с 8 по 11 класс, каждый год выигрывает всероссийские олимпиады по физике и матану. Потом получил какой-то грант, а теперь он учится где-то в Англии. Кстати, он наполовину таджик по национальности может делать все же в локализации в мозгу. Но да, безусловно, бывает исключение. Просто, если говорить о больших статистических выборках, то узкая скошенная лобная кость от плохо. Но исключения всегда могут быть, почему нет? Как Савельев говорил, индивидуальная изменчивость перекрывает расу. Так, можно ли быть счастливым, не осознавая, что такое, собственно, счастье? Например, человек, которому сделали лоботомию, находится перманентно в овощном состоянии, и при этом, допустим, он не испытывает боли и страдания, а наоборот, радости, веселья, и при этом он выходит из овощного состояния. Можно ли назвать такого человека счастливым? Или все это бессмысленно, потому что чувства неверифицируемые и точка? Ну, тут смотрите, какая ситуация. Потенциал, большой потенциал к удовольствиям и, наоборот, к страданиям, он обусловлен сложностью нервной системы. То есть, чем сложнее устроена нервная система, тем выше потенциал и для удовольствия, и для страданий. То есть, в музыке там больше октав, больше клавиш на пианино, на фортепиано. Я не знаю, с чем это сравнить. Соответственно, если вы через лоботомию или через еще что-нибудь купируете нервную систему, то есть, сужаете спектр восприятия и эмоционального отклика на внешние раздражители, то, соответственно, вы таким образом перекрываете путь не только страданиям, но и удовольствием. Потому что всякие сложные эстетические наслаждения, они также подразумевают сложность нервной системы в конечном итоге. Вот, собственно, как-то так. Так, иначе говоря, национальность по самоопределению, в том числе, как уралец, сибиряк, приморец, эльф, хоббит и так далее. Не, 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 ну, у нацболов-то только в отношении русских речь шла, они же не были сепаратистами, которые за каких-то там уральцев и эльфов выступают. Так, есть ли какие-то секты типа Аумсон-Рекео, военная деятельность, которых могли навредить миллионам людей? Отлично сформулированный вопрос, я считаю. То есть, сразу вопрос, что у вас было по русскому языку в школе. Сект таких много было, но в основном это какие-то малые группы. Потому что, если большая группа, большая сектантская группа перейдет на милитаризм, то у нас будет что-то вроде вот исламского государства, по всей видимости. Ну, собственно, с исламским государством такая ситуация и возникла, потому что салафиты это секта внутри ислама. И вот они, собственно, занялись военной деятельностью. А так вообще в Америке периодически происходит, что какой-нибудь ранчо осаждают АНБшники, а там засели сектанты вооруженных до зубов. Поэтому периодически это происходит. Кстати, секта Аумсон-Рекео, она тоже никуда не делась. Она просто переименовалась, сменила название. Теперь эта секта называется Алиф. Так, есть же вы в курсе, что московский патриархат в своем справочнике о религиозных объединениях пунктом 4.9 указал учение Александра Дугина как объединение деструктивного и оккультного характера. Ну, все, об этом многие говорили. В том числе священномученик Даниил Сысоев, которого исламисты убили. Он тоже говорил, что евразийцы – это экуменическая секта, на самом деле. Потому что традиционалисты видят сакральную традицию, премордиальную в любой культуре. А это уже, простите, ересь экуменизма. Поэтому тут ничего удивительного-то нет. Дугин – юретик таким образом. Потому что у него главный гуру – это Ренек Генон, который вообще был мусульманин-суфий. Савелий Самкино радио ответил, что строение черепа не влияет на интеллект, а также лоб высокий. Нет, а вот про лоб там ничего не было. Там было только пароцефальный индекс. Я помню это интервью. Пишет, а вы в Африке часто бываете, что ли? Ну, окей, хорошо. Вопрос к вам, как к человеку, который часто бывает в Африке. Назовите мне 10, на вскидку, ученых-физиков или химиков, сделавших какие-то серьезные открытия, достойные высоких премий, которые были бы африканцами по происхождению. Даже не 10, давайте 5. 5, я вам облегчу задачу. Только не надо мне там перечислять изобретателей, значит, арахисового масла, там, да, как обычно любят. Что вот, вот был, был один нега, ученый. Что же он такое открыл? Он открыл арахисовое масло. Так, пишу, спрашивает, как в сеть просочилось видео, где вы пичку в рот берете? Ну, за пранк вольного, чего же не сделаешь ты, господи. Подписывайтесь, кстати, на мой канал на ютубе. Канал называется Ханюфак. Ханюфак. Ежа, что у вас с лобной костью? Да, все нормально. Пишут, есть куриные кубики, а есть кое-е шарики, да. Пишут, по-незнанке не канает ежа. Ну, по-незнанке-то не канает, конечно, но сам факт, понимаете. Пишут, в любом случае, из господина Навального Верховный суд РФ уже снял все обвинения, он имеет право быть избранным. Ну, иметь-то он имеет, но никуда его не изберут. Это очевидно. Могу с вами поспорить на любые деньги. Так, привет, ежа. У меня вопрос. Есть ли какая-нибудь христианская секта, которая признает Бога как иррациональное постижение иного? Да, это все, кто называется Гегельянц. Так, а знаешь, кому еще? А, ну, окей, это они между собой спорят. Ежа, давайте уже видео смотреть. Да, сейчас все будет. Сейчас я добью вопросы и сделаю, наверное, какую-нибудь музыкальную паузу и будем смотреть видео. Так, какие планы на новый компьютер? Будете играть? Да, будем играть. Так, ежа, как вам видео с Савельевым в центре гармонизации? Смотрели, смогли до конца посмотреть. Не помню сейчас, о каком видео идет речь, навскидку не вспомним, что там было. Пишут, конфетки Рафаэла тоже кришнаиты выпускать? Нет, конфетки Рафаэла кришнаитам никакого отношения не имеет. Так, ну, ладно, господа, вопросы кончились. Сейчас мы сделаем пятиминутную паузу. Нужно заварить чайку мне. И будем тогда смотреть уже ролик, на который нам сегодня воздонатила щедро собака Храброва. Поэтому не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так. Я снова с вами. Так, вернее смотреть-то мы ролик не будем, потому что если я его попытаюсь вывести, то это плохо кончится для моего канала. Мы будем его слушать. Потому что там всего 3 минуты нам обещали так люди больше в чате между собой теперь стоит слушать 165 человек набежала без всяких анонсов ай-яй-яй вот что значит некого вам смотреть на ю тубе в общем идите всегда шулите потому что я сейчас уже был закругляться так пишут ежи когда вас забанят вы тоже перейдете к дошулите да по всей видимости ху ю лити пишет так слава католическому ницше вы в эфире и пришлось пересматривать абсурд елена павла так так 12 декабря 4540 рублей 13 декабря 300 рублей что-то падают падают мои доходы хорошо что хоть собака храброго сейчас задонатила то без нее совсем было бы плохо так ладно включаем звук сейчас будем слушать навального великого человека через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента я долго размышлял должен ли я принять в них участие и размышления мои были даже не о том как сложно современной россии вести кампании против действующей власти я думал скорее о том будет ли это полезно для всех будет ли это хорошо для страны для общества для государства для каждого конкретного человека включая тех кто не разделяет мои идеи если я пойду на эти выборы смогу ли я и те кто поддержит меня сделать россию лучше участием в выборах я пришел к выводу что да я приму участие в борьбе за пост президента россии настоящие выборы это не только победа одного человека это столкновение идей конкуренция программ это выбор пути по которому будет развиваться страна к сожалению мы уже привыкли к тому что голосование ничего не решает неудивительно ведь настоящих выборов в россии не было с девяносто шестого года и это одна из причин нашего бедственного положения ведь те кто сейчас у власти находится при ней 17 лет и они перестали реагировать на любые замечания и кремль и правительства озабочены только решением своих личных денежных вопросов поэтому они не терпят и запрещают любую критику они не допускают конкуренции даже на выборах она должна быть без конкуренции любая власть постепенно деградирует и именно это мы сейчас наблюдаем я иду на выборы и я буду бороться за победу я буду обсуждать то о чем все молчат но что давно пора сказать как будут распределяться национальные богатства страны справедливо или и дальше 88 процентов богатства будет принадлежать одной десятой процента населения сможет ли наконец работающий человек спокойно платить по ипотеке или его задушат безумными процентами почему никто в россии кроме чиновников и олигархов не может добиться правды в суде почему газеты и телевидение лгут уже просто в каждом слове будет ли в россии мир или мы снова окажемся втянуты в конфликты и войны и будем тратить на них миллиарды которые так нужны внутри страны коррупция я очень хочу обсудить с этой властью как долго мы еще будем видеть министров которых дома хранятся чемоданы с деньгами на выборах нам пора выбирать не только человека пора выбирать между застоем и программы развития я такую программу развития готов предложить стране я готов доказать что она лучше чем то что предлагает власть я моя команда и те люди которые поддержат меня готовы бороться за голоса граждан и убеждать что с нашей программы мы сделаем россию богаче сильнее свободней на этих выборах я хочу стать вашим голосом голосом тех десятков миллионов людей которые честно работают воспитывают детей платят налоги любят свою страну но их голос власть не слышит их игнорируют их обворовывают их лишают той достойной жизни которую они заслуживают это будет непростой путь но я уверен что мы добьемся успеха ведь правда на нашей стране мы победим неравенство и победим коррупцию мы возродим и улучшим здравоохранение и образование у нас будет сильная армия и достойная жизнь для всех кто трудится друзья я призываю вас поддержать меня и присоединиться к моей команде бороться вместе за лучшее будущее нашей любимой страны так ну что собака храбро я надеюсь вы довольны что мы прослушали это говно ну типичный популизм но нужно понимать что все навального изберут первое что он делает сделает это отдаст крым хохла к тому же россия перестанет поддерживать своих внешнеполитических союзников на и в на ближнем востоке опять война вспыхнет потому что американцы попробуют режим асада свергнуть для этого еще больше оружия дадут исламистов из игил те с в свою очередь зальют ближний восток кровью отлично то есть в плане внешней политики будет полная задницы конечно навальный похож на молодого ельцина не только внешне до популизм доволен пишет марианкист да ну чтож как мало как мало надо для счастья либералу вот правильно пишет я выбираю карликанова правильно сука я все подобное слышал в девяностые годы от тех же либерал откуда ты мог то же самое слышать в 90 от либералов если тебя зачали только в девяносто первом в лучшем случае вот что вот что такое что ты пишешь по сути ты прав конечно школьник но не мог ты слышать от либералов то же самое в 90 то что на свете не было еще тогда я даже в проекте не было но да ты прав по сути по существу ты прав потому что действительно в 90 они тоже самое все пищи здесь я уже соврать ним не дам а Так, повторюсь, пора маргинальной конфе собраться на кикстартере и начать собирать на свой видеостриминг сервер с блэкджеком и шлюхами. Да, но деньги-то мы украдем, которые соберем, вот в чем дело. Потому что у нас нет технических специалистов, чтобы свои сервисы делать для стриминга с блэкджеком и шлюхами. Но идея хорошая, конечно. Да вы что, всерьез обсуждаете президентство Навального, пишет нам? Да, чего только не обсуждается на моих стримах. Мне 26, пишет сраный школьник. Да, отними от этой цифры 10-10 лет и получишь настоящий возраст свой. Так, Ежи, не забывайте, что большинство вашей аудитории это эзотерические эльцинисты. Ну, не большинство, но пара человек имеется. Так, пишут. Ежи, что делать, если у меня зачали в 2003-м? Ну, вырастать. Где достать доктрину фашизма? В Торе поищи, я не знаю. Да, ГГ вроде наш православный серфис работает. Вот сраный ньюфак. Смотрите, он нам тут ГГ хвалит. Будто бы он не знает, что они маргинала забанили. Будто бы он не слышал, как я... И что я говорил про админов ГГ. Наш православный сервис. Нет, не нужны нам такие сервисы. Так, Ежи Саймон, технический специалист. Ведет в эфиры на МАДФМ. С ним поговорили. Ага, делать ему нечего, только сидеть и сайт нам делать. Отлично. У нас еще Кибер есть. Но я... Что-то мне подсказывает, что они не будут этим заниматься. Пишут, паспорт-то я показать все равно не могу. Ваша взяла. Да, не можешь показать паспорт. Потому что его у тебя нет. Пишут, а вдруг я вырос у таким же маленьким. Некрасивым, как вы. Ну, это значит, что вы не вырастите. А если бы Дугин стал президентом, спрашивает меня. О-хо-хо-хо. Ну, кстати, Дугин был бы лучшим президентом, чем Навальный, между прочим. Но... Это был бы очень специфический режим, я считаю. Ну, вот, между прочим, если выбирать между президентом Дугиным и президентом Навальным, я выбираю президента Дугина. Так, пишут, зато если он станет президентом, это больше демократизирует политику. О-хо-хо, и я в 2035 году смогу стать президентом, построить меритократию. Не надо строить меритократию. Меритократия уже построена. Просто в Сингапуре. Покупаешь билет. И летишь в Сингапур, и все, и ты в меритократии по уши. Пишет, не носите на Ельцина. Не гоните, наверное, на Ельцина, он хотел написать. Он идеальный президент России, дегенерат и алкоголик. Да, президент должен отражать на цену. Нет, не буду шутить на эту тему. Закон ярогой, нахуй. Так, построили бы Платоновское государство. Так, ежи, если бы Дугин стал президентом, это было бы лучше 15 минут в нашей жизни. Это были бы лучше 15 минут в нашей жизни. А потом евразийские ракеты полетят во все стороны земного швара. Во славу Генона. Во имя Генона. Да, гениально. Да нет, я думаю, что Дугин бы не стал никого бомбить. Но у нас бы очень сильно позиция Министерства культуры бы поменялась. Включаясь так телевизор, а там гопак какой-нибудь, пляшут тебе в кокошниках люди. Все как раньше. Так, ваш голос это зашквар, как если за вас голосует проститутка или алкаш. Так что за Навального агитируйте. Хм, а это имеет смысл. Так, ежа, господин Навальный, единственный из русских политиков, собирается ввести визжевый режим со странами Центральной Азии и выгнать всю Чурбанью из... Мхм, это интересно. Нет, это, это хорошее. Вот, кстати, вот этот пункт из программы господина Навального мне импонирует. Но проблема в том, что вместе со всем прочим Чурбаньем он может выгнать меня и Хандушу, понимаете. Поэтому такое. Нет, Арестон, вы не поняли. Или имеется ввиду, что визжевый режим со странами Средней Азии и Закавказьи, то, собственно, те братья наши меньшие, которые у нас уже в составе России, понятно, что их никто выгонять никуда не собирается. Так, Придуги не был бы ярый призыв отращивать бороды. У него даже ролик есть про то, что борода признак мудрости. Да, борода это, безусловно, признак мудрости. О, спасибо, спасибо, собака храброва. Так, ну что, сумма доната достигла суммы 56 тысяч 30 рублей. 30 рублей. Так, никто не хочет 4 тысячи там закинуть. 4 тысячи. Чтобы можно было закругляться уже. Так, сейчас тогда музыкальную паузу сделаем. По заявкам трудящихся либералов. Вот, вот, не могу я понять загадочной либеральной русской души. Я их засираю постоянно. Считаю отребьем, а они мне донатят. Странный народ, эти русские либералы. Не понять мне их. Всё. Всё. Продолжение следует... Я, кстати, думаю, что никто всерьез не будет обсуждать избирательную кампанию Навального, кроме нас, здесь на стриме. То есть такого серьезного внимания к этой программе, к этим высерам Навального нигде не будет только у нас. Продолжение следует... 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 да собак храброго подпустила экскрементов вентилятор сейчас будет срач бессмысленный беспощадный на тему навального так ежи разбор буддизма от павловой уже был ну во-первых в слове буддизм 2 буквы d а во вторых да вы все пропустили господина навального уже на эхо позвали завтра будет фир кто бы мог подумать действительно так ежи как относитесь к школу отрицательно мне больше нравится денег in который не захотел с нацистами сотрудничать так пишут что борщ от национальное украинское блюдо да это смешная шутка интересно как борщ тогда назывался до семнадцатого года то есть до момента когда было изобретено понятие было изобретено понятие украинской нации наверно борща не было его изобрели только в семнадцатом году так для жизни в сингапуре нужно учить английский быть программистом а я этого не хочу и там жарко у меня в казани лучше поэтому я не должен идти в метод к мертократии а она ко мне да казань татарки отлично я считаю марсель 080 как вам татарские девушки напишите в комментарии так кстати ежи господин навальный после того как заявил о баллотировании сегодня утром уже собрал предвыборную кампанию донатами 500 к рублей а сколько вы собираете эти 60 к на компьютер так я вам скажу сейчас два месяца два месяца третий месяц пошел как я собираю деньги на компьютер то есть октябрь ноябрь и вот собственно неделька декабря не ну понятно что господин навальный круче меня потому что ему то деньги донатят всякие царушники фонды там про защитные якобы в кавычках у меня к сожалению нет таких спонсоров так ежи любимый мой прошу обозрите павлову или скажите когда она пожалуйста когда она будет милый друг воздонатишь мне на обзор павловой будет обзор павловой не воздонатишь не будет все просто ежи напомнить кто из верхушки компартии был язычником ну язычником там был только тухачевский но он не был верхушки компартии он был полководец так забавно у них три тезисы навального схожи с тезисами которые когда-то предлагал ежи визовый режим снизить налоговый ведет на мелкий бизнес борьба с коррупцией но эту много кто предлагал 13 декабря неделька ну хорошо две две недельки кей в общем два месяца и две недели декабря так ежи если навальный планирует баллотироваться то почему вам не выбрать не выдвинуть свою кандидатуру я против плебисцитов и против всеобщего избирательного права против демократических институтов любых проявлениях поэтому не буду я никуда выдвигаться я буду агитировать голосовать за жиридорского понял завтра будут как с карты донатить я не знаю инструкцию почитайте вообще с любой карты можно на любую платежную систему задонатить хоть на paypal хоть на киви хоть на яндекс деньги зайдите сейчас в интернете гуглите инструкцию как там как это осуществляется так пишут вот тут вы не правы ежи навальный ограничил донаты территориально ему донатить могут только с территории рф чтобы никто не объявил его иностранным агентом но это глупость слушайте ну смотрите они переводят деньги с американского счета на российский а уже с потом с этого российского счета переводят навальному формально он получил деньги изнутри страны они с американского счета напрямую выше как ребенок прям рассуждаете евреи марсенкевича в президенты максим куна царство тоже хорошая идея так бэтмена пола пишет я же я вам донатил на обзор полой ну вот специально для вас бэтмена пола я скажу так обзор павловой будет я просто боюсь мне канал вынесут к чертовой матери если я буду что-то транслировать за не игровой контент понимаете чем дело бэтмен мне с и хочется и колется обозревать елену полу поэтому я вот даже не знаю если честно может быть придется даже вспомнить про свой старый аккаунт на гг например как вам если на гг я буду обозревать елену полу просто проблема в чем в этом она пола я конечно понимаю что хочется ой спасибо тольевич а вы вчера обещали про крест константина подъясница ой чайник раз спасибо очки огромное по поводу креста я сегодня работал везде мне некогда было я завтра вам просто клянусь всеми и святыми иисусами и я не знаю там святым пингвином каким-нибудь александрийским что завтра будет про крест константина обязательно просто сегодня мне не до креста было ей богу но за донат спасибо спасибо просто огромное вы просто как сказать приближаете приближаете как можете день и час приобретения нового компьютера и как никто другой как никто будут другое спасибо вам просто огромное низко бью челом и прочее но про крест давайте завтра так так ежи хватит рушить либо либеральную веру в наваливщину да господи пускай срутся в комментариях мне-то что хоть чем-то себя займут ежи напомните кто там хотел зайти в тыл к немцам или полякам через урал к немцам и не через урала через весь земной шар маршал дыбенко расстрелянный в тридцать седьмом году его должны были расстрелять намного раньше но за него заступилась его супруга калантай так ежи как думаете скоро ебанет новая мировая или хотя бы в воины покрупнее нынешних не знаю не знаю вот если бы хиллари выбрали президентом то весь весь ближний восток точно бы полыхал а сейчас я думаю поспокойнее будет хотя бы какое-то время так пишут мне нравится татарки но без российского уклона я люблю красивых татарок также как и красивых русских и всех красивых женщин ну просто понимаете в чем дело марсель в каждой расе существуют свои критерии красоты лебедь красив как лебедь и ворона красиво как ворона поэтому глупо оценивать русских и татарских женщин по одинаковым критериям красоты я не говорю уже там право негритянок азиаток там и прочее это тоже надо понимать так пишут циклевый меритократ боится жалких пиндосов не ну просто будет очень обидно если мне на излете собранной суммы возьмут и канал забанят понимаете мы уже пятьдесят шесть тысяч пятьсот рублей насобирали и тут бац и все понимаете зачем это надо о еще донат давайте на богомерзком gg или наймите гоя чтобы youtube вам настроил только анонсы везде сделайте обязательно бэт монополы обязательно либо действительно вот я воспользуюсь одним из ваших вариантов то есть либо богомерзкая гг либо youtube еще более богомерзкий но не сегодня я уже устал час поздний и пора в общем сегодня наверное уже закругляться завтра завтра подрублю обязательно будет елена павлова во все поля и вообще любой каприз за ваши деньги спасибо за донат так пишут я же википедию почитает и завтра про крест расскажет ну не только википедия на самом деле а что что на paypal на донатили на компьютер не идет ну такое я уж все потратил просто понимаете не неудобно получилось у меня же еще яндекс деньги есть там тоже собственно сумма-то приличные капают но такое в общем не спрашивайте не спрашивайте мы приближали как могли этот день этот день мерит и бузами пропах это праздник с хитрой прищурой на лице сармата да вы расстроитесь наверное если я все эти деньги с пищу и компьютер не куплю да не ну компьютер я куплю кстати ребята серьезно так вы выведите день нет деньги то я выведу по-любому просто обидно про за канал будет понимаете так критерии женщин одинаковы длинные ноги волосы милая личико на вкус изобретения чего на вкус избирателей широкие бедра но правильно кому-то узкие бедра нравится не знаю к тому же что значит милая личико у разу женщин разных расовых групп у них очень разные лица понимаете я же а сколько вы спите приблизительно я приблизительно сплю один раз в сутки в трое суток вот так вот ведь я уже заговариваюсь потому что давно не спал так за последний год заметил в панасинкове серьезные перемене начал либералов леваками называть топит за савельево стал называть себя антигуманистом не были случаи на него так повлияли молчу 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 пишут деньги спиздит у себя же да я же зачем новый пока игр собираетесь играть собираюсь собираюсь да правильно пишут не бывает некрасивых женщин бывает мало лодки арест он пишет я как не внесши ни копья буду раз за вас кэби ежи да удастся ли дугину построить государство платона в современном мире нет и удастся на самом деле не расстроимся в таком случае вы будете как и раньше отвечать на вопросы из чата под пасьянс паук да именно так именно так ежи вы можете ли вы назвать себя совком но это сложный вопрос на самом деле потому что я с одной стороны всем сердцем и всеми фибрами своей души против совков но в то же время я как человек рожденный выросший в советском союзе понятно что эта эпоха она на меня тоже оказала определенное воздействие потому что нельзя быть стопроцентно здоровым от болезней своего времени понимаете то есть это к накладывает конечно какой-то отпечаток определенный ну например в моем неприятии демократических институтов можно увидеть что-то совковая например на хотя опять-таки мое неприятие демократии она глубже например чем просто какие-то советские штампы потому что советскую политическую систему я тоже не очень люблю хотя мне в целом нравится сталин как сильный лидер такой хотя конечно я не разделяю его политику особенно его внутреннюю политику в сельскохозяйственной сфере всякое там раскулачивание и так далее я считаю что это очень плохо я считаю что было бы намного лучше если бы во внутри партийной борьбе победил бухарин например но увы случилось то что случилось но в советской системе были в то же время свои плюсы если уже говорить от имени совка то можно из плюсов отметить систему образования которая была достаточно неплохая ну понятно гуманитарное образование не очень в хорошем состоянии находилась но зато естественно научная дисциплина неплохо развивались так стали бы выгнать своего ребенка на самообеспечение в студенческом возрасте сложный вопрос не знаю просто моим детям еще очень далеко до студенческого возраста но младшим детям вот поэтому ничего не могу сказать пишут встречи с савельевым прошли а я только вчера придумал вопрос к чему к нему и что же за вопрос позвольте поинтересоваться даст или навальному построить новые свободные 90 нет конечно можете даже не мечтать об этом это точно так же как вот вы значит со своим мальцевым этим придурком носились тогда на выборах что вот сейчас выбору будут в парламент изберут партию пар нас они устроят импичмент путину а потом пришел мальцев на дебаты с этим склаксоном и на всю страну себя показал полным идиотом такое ощущение что ему единая россия еще и приплачивала за то что он полным дегенератом выставлял себя и свою партию и все никакого пар нас в парламенте у нас нету то же самое с вашим навальным будут будет форситься ее темы его избирательной кампании а в итоге его даже до выборов не допустят правомерно ли называть меритократию акселогическим аристократизмом да в принципе да а ну собственно вот человек пишет что он сам татарин ну понятно тогда все ясно тогда интереса особого нет так он пишет я сам татарин и могу вас заверить в казани большинство татарок выглядит как русские единственное отличие которое я заметил это то что у татарок почти всегда волосы темного цвета русских разные здесь огромное смешение крови происходит а лично мои критерии это красивое лицо худое тело и не разъебанные мозги но опять таки что такое красивое лицо например до понимаете в чем дело в разных а у разных расовых групп разные критерии красоты лица например сложно спутать там лицо негритянки и лицо там европейской девушки понимаете кто-то скажет что негритянки красивые кто-то скажет что они некрасивые похожи на обезьян так что тут как бы что же красивое лицо каждого свои критерии красоты еще раз я же просто ваши присказки иногда отдают таким совком казалось бы низшей философии так далее но иногда поговорки про водку или примеру ваша любовь к советским фида какая любовь к советским фильмам если я их не смотрел практически о чем вы говорите я люблю да действительно советские допустим сериалы про шпионов на там щит и меч вариант омега адъютант его превосходительство 17 мгновений весны да такие советские фильмы мне нравятся но я не смотрел не эйзенштейна не блять вот этого господи ну в общем всех культовых советских режиссеров там я не смотрел не говоря уже про фильмы какого-нибудь сраного эльдара резанова над которыми до сих пор вся россия там ухахатывается под новый год под водочку так что нет нет ребята вы зря вы зря я может быть и совок но я не такой совок как те не такой конченый совок как те кто на тупичке у гоблина сидит понимаете так и все это придает налет душевности ламповости как будто чертки с бомжом в подъезде ну нельзя быть стопроцентно здоровым от болезни своего времени конечно так и париан и кис пишет хорошо что я на парламентских выборах голосовал за яблоко до охуенно хорошо учитывая что она не прошло в парламент опять а или а явлинский просто безвольное чмо настоящий николай 2 демократического движения к тому же я думал что вы либерал собака храброва а вы оказывается социал-демократ понимаете потому что яблоко и социал-демократическая партия на самом деле так что вы левеете на глазах прямо так световид это очень странный вопрос но мне нужно получить ответ как можно скорее как ты относишься к такому типу обуви как кроссовки и чем обусловлено такое отношение даже не спрашиваю зачем мне это долгая история савельев например не не очень лестно о них отзывался и утверждает что за всю жизнь покупал носил всего две пары ну я кроссовки не очень люблю на самом деле тоже я отдаю предпочтение всяким классическим туфлям черным без там каких-либо финтифлюшек вроде там шнуровок или чего бы то ни было еще но кроссовок у меня конечно было больше за всю жизнь чем одна пара да потому что я все-таки помоложе несколько чем сергей вячеславович такое просто понимаешь всем дело кроссовки это наверное для людей которые спортом каким-нибудь занимаются а не я не профессор савельев люди не очень спортивные мягко так я же понимаю не твоя не специализация но что делать если идет кровь из носа каждый вечер ну к врачу обратись потому что у тебя с давлением какая-то херня нехорошая или у тебя рак мозга может быть не знаю умрешь скоро сходи к врачу или не знаю там кровью пиши какую книгу тоже стильно так юрий еточкин сверхчеловек нет я же почему вы думаете мальцев решил на дебаты с клаксоном он решил показать себя наследником ельцина творя хуйню и показывая себя дегенератом ну по всей видимости какая страна такие либералы так марианна кис оправдывается не 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 либерал сто процентов за пар нас хотел сначала проголосовать еще до того как то пришел мальцев но потом передумал а голосовать надо было вот и выбора не было язык прф же голосовать за лдпр надо голосовать за классических либералов мариана кисты что лдпр же даже называется либерально-демократическая партия право консервативное это фактически как партия народного действия в сингапуре или как пиранисты в аргентине так пишут она еже в сандали ходите знаете такие идиотские но я всякую обувь в своей жизни переносил конечно но больше туфли обычно и нравится туфли без шнурков типа макосинов я же да у вас есть кавказские корни да нет ни типа макосинов просто черные классические туфли без загнутых вверх носов там и прочих хрени так собака храбро пишет самому стыдно что засод земов отдал свой голос ну вот стыдись теперь так пишут удашу лет второй стрима зрители уже два раза больше так господи я могу только порадоваться за девушку я к дашу лети очень хорошо отношусь на n единственный потому что все остальные они как-то вроде как и вроде зовут ее куда-то но недолюбливают недолюбливают дашу лет вот жить например вообще сказал что она лицемерное создание там потому что у нее есть влагалище а у всех лицемерных людей есть влагалище обязательно такой критерий жесткий не знаю у меня никакого хита нет так и же как относитесь к профессору истории зубов он его раньше работал еще р не выговаривает топит за царизм вы должны знать хороший зубов хотя с другой стороны блять откуда я могу его знать я чё ему какое-то отношение когда ты имел что нет так нет ежи лдпр сейчас никак не расшифровывается и активно открещивается от либерализма но правильно потому что современные либералы это леваки поэтому жирик от них открещивается все правильно все логично так ладно господа давайте давайте будем уже закругляться наверно переходить все к дошу лети завтра завтра будет вам елена павлова будем обозревать есть нет смотрите мы как поступим мы сначала до обозреваем таки ролик вот этих трех фриков ступичка которые засирают резуна а уже потом будет елена павлова все я решил там про буддизм про шопенгавера проникшие религию и прочие замечательные вещи так я же читали вы других ревизионистов по типу резуна но только новых новую хронологию какую-нибудь еще так почему ты считаешь домица на прототипом сверхчеловека это просто выскочка возомнившие себя уровнем выше чем им есть на самом деле а впоследствии крупно обосравшийся и иди в печку да еще про крест из фильм да подождите какого фильма про крест константина так пишут удачи вам ежи вам и господина навальному ну да навальному удачи действительно не помешает такая фантастическая удача я бы сказал так пишет а может елена павлова на дебаты ну ты господи если она пойдет со мной на дебаты так пожалуйста я ее солью просто два счета но проблема в том что она не пойдет никогда в жизни на такие дебаты потому что как бы она должна понимать что она обосрется так про мопассан и гидебор и меня опять спрашивают мопассан хороший гидебор левак но среди прочих леваков принципе книга общества спектакля она достойная а да еще статья фуко господи сколько сколько всего надо надо сделать ладно в общем все всем до свидания до новых встреч в эфире спасибо всем кто поддержал сегодня стрим 60 тысяч все ближе и ближе благодаря вам